Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики продолжают меня удивлять. В процессе того, как идет новогодний аукцион, на котором можно приобрести, в принципе, годные машинки по нормальной сносной цене, разработчики продолжают выставлять на продажу старую технику. Ну, как старую? Где-то старую, где-то более новую, но факт остается фактом. Тот же самый ТОК-2, который сейчас выставили на продажу за 2,5 тысячи. Я не знаю, насколько он сейчас есть актуальным к выставлению на продажу, тогда, когда все берегут свою голду для того, чтобы приобрести что-то в новогоднем аукционе. Но разработчики решили выставить, за что им отдельное спасибо. Может, кого-то интересует конкретно ТОК-2. Итак, ребят, за 2,5 тысячи ровно такое же предложение, как было недавно. И это предложение было основой для обзора на ТОК-2. Кто хочет посмотреть конкретно обзорчик, вот ссылочка на видео. Заходите, ребят, смотрите, там будут дополнительные катки. Предложение точно такое же, один в один. Что входит в состав предложения? Кратенько озвучу два контейнера на камуфляже, которые я не уважаю и не ценю в данной игре. Камуфляж отдельно, который для меня тоже ценности не имеет абсолютно никакой. Что имеет действительно ценность? Так это бустеры опыта свободного и бустеры серебряндии. Есть Х5, 10 сертификатиков. И, кстати, ребят, данные сертификатики подходят на все танки. Но стоит ли покупать набор ради именно конкретно сертификатов и 14 дней према, что тоже, в принципе, ценность, я, честно говоря, не знаю. Потому что танк, ребят, ну, придется по душе не всем. Мне он в чем-то зашел, в чем-то нет. Он меня удивил и очень сильно. Удивил почему? Потому что раньше ТОГ-2 представлялся мне исключительно такой длинной, абсолютно полностью неповоротливой сосиской, которая абсолютно ни на что не способна в бою. Так вот, ребят, из всего, что я только что сказал, правдой является то, что, да, действительно, ТОГ-2 это очень, очень, ребят, длинная сосиска, которая очень неповоротливая в бою. Что же касается его возможностей по бою, то здесь, ребят, ну, история немножечко другая. Дело в том, что ТОГ, его немножечко апнули. Это первое. Сделали это, ребят, очень давно. Но, к сожалению, ко мне машинка попала спустя крайне-крайне длинное, долгое время, простите, после того, как ап произошел. Чем машинка мне действительно понравилась? Играя со своими сверстниками по левелу и уж тем более отыгрывая против левелов, которые ниже, вы действительно можете держать направление. Потому что брони салба ему, в принципе, достаточно-таки насыпали. Я не могу сказать, что это имба по броне. Ребят, вас будут пробивать. Вот сейчас в этом бою меня будут абсолютно спокойно прошивать с морды абсолютно-таки все танки седьмого левела. Здесь, как бы, ну, особо не потанцуешь. Борта, корма полностью картон. Вот прям совсем картон. Как только вы начинаете бортом где-то пытаться типа проскочить, хотя я не знаю, как можно на ТОГе это пытаться сделать, вы, соответственно, начинаете отхватывать по страшной силе. Что же касается однозначных плюсов по машине, это точность орудия, как вы видите, просто шикарная. Действительно просто обалденная точность. И что касается КД, оно тоже будет вас, ну, просто-таки безумно радовать. Вы действительно очень быстро будете перезаряжаться и иметь возможность довольно-таки часто стрелять по противникам. Но, ребят, в целом, на точности, на времени сведения и на скорострельности, ребят, позитивы ТОГа, к сожалению, заканчиваются. Он действительно не настолько неповоротлив, как могло бы показаться изначально, по одной простой причине, потому что на месте крутится он довольно-таки бодренько. Но с учетом длины его туши, получается так, что довернуть танк до состояния, в котором вас пробивать не будут, вам надо гораздо больше времени, чем какому-либо другому танку. То есть, ну, я не знаю, как какими-то другими словами это объяснить. Представьте себе более короткий танк с такой же скоростью поворота. Вот, соответственно, когда вы начинаете поворачиваться, то, соответственно, вы гораздо быстрее свою тушу разворачиваете в такой ромб, в который вас пробивать не будут. Ну, а так, в целом, ребят, получается такая фигня, что вы, сколько бы ни доворачивались, все равно, получается, поздно это происходит. Вот сейчас, благодаря своей безумной точности, я могу вполне спокойно вот в единственную вот эту серую зону расстреливать фараона. И мне, честно говоря, вот именно вот этот процесс крайне сильно приятен. Ребятушки, я думаю, что одной катки более достаточно для того, чтобы показать данную машинку. Как я уже сказал, была ссылочка на видос, на обзор. Зайдите, посмотрите, там есть дополнительные катки. Тог играется, в принципе, плюс-минус одинаково от боя к бою. Бывают, бывают, ребята, абсолютно фейловые бои, в которых вот сюда вас разбирают вас голдой, ну, либо семерки вас разбирают абсолютно спокойно. Бывает такое, что ты пытаешься куда-то там проскочить, а на Тоге это сложно, и тебя разбирают в бортик, допустим, вот сюда вот закидывают. Ну, в корму я вообще молчу. Но, честно говоря, если вы находитесь на плюс-минус подходящей для Тога карте, а у него еще, кстати, ребят, очень хорошее угол склонения вниз, крайне комфортное, то в целом на Тоге можно отыгрывать на каком-то направлении очень бодренько. Так, давайте к результатам. 1140 единиц нанесенного урона. По фарму, ребят, за эту победу мы получили без учета прем-аккаунта 22400. С учетом према было бы 37. Я не могу сказать, что это много, но это 6-й левел, и, ребят, это Тог. Поэтому для Тога это хорошо. В команде по урону на 3-м месте. И что могу сказать отдельно от себя. Данная машинка, она не может зайти по определению всем. Она зайдет абсолютно немногим, и Тог порой может удивлять, но эта машина не для нагиба, не для фарма. Это больше для фана, если вы хотите поиграть на чем-нибудь абсолютно экстраординарном. А уж кто-кто, а Тог действительно экстраординарная машина в нашей с вами любимой игре. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам. А, да, чуть не забыл, ребятушки. Если вы за честность, которую я пытаюсь проявлять по отношению к своим зрителям, обязательно подписывайтесь на мой канал, я буду вам безумно благодарен. Я благодарю вас исключительно честными обзорами на танки и на товары в магазине. И никогда ничего не приукрашаю, никогда ничего не нарезаю, показываю все таким, каким оно есть. И никогда не посоветую вам приобрести что-либо, что может потенциально вас расстроить. А вот теперь уже, ребят, точно на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, буду вам всегда рад. Мира вам, ребят, и обязательно спокойствия. Пока-пока.